Коренной обитатель смешанных лесов, который, несмотря на кажущуюся неповоротливость, может оказаться невероятно проворным и опасным, ведь в случае тревоги острые клыки совместно с устрашающей массой будут на полной скорости обрушены на противника. Но всё же бронированный воин не лишён уязвимостей. Привет, друзья, вы на канале «Время с пользой» и тема сегодняшнего выпуска «Главные враги кабана». Кабаны, пожалуй, самая распространённая парнокопытная в мире. Они успешно выживают в невероятно суровых условиях, во многом благодаря всеядности и мощному пяточку, способному разрывать даже мёрзлый грунт. При этом секрет успеха не только в высокой приспособленности, но и в умении постоять за себя. Уже в юном возрасте самцы, которые догнали взрослых в размерах, но пока не покинули стадо, начинают активно выяснять отношения, проявляя скверный характер при конкуренции за пищу, а в этом случае за лучшее место в грязевой ванне. Казалось бы, места здесь более чем достаточно, но вспыльчивый нрав вовсю даёт о себе знать. Склёстываясь в шуточном поединке, молодняк активно тестирует друг друга на прочность, и это становится отличной тренировкой перед дорогой во взрослую жизнь, где придётся бороться не только за право на продолжение рода, но и в случае встречи с особенно настойчивыми хищниками. Главными естественными врагами кабана, вне всякого сомнения, являются волки, ведь их ареал обитания пересекается почти на всей площади обитания. Этот хищник превосходит кабана в скорости, но в одиночку он вряд ли причинит много вреда взрослому животному, ведь вместо побега добыча выбирает ответное наступление. Опытный сикач заметно тяжелее серого противника, и он успешно использует себя в качестве тарана, который при попадании может нанести непоправимый урон. Поэтому без поддержки стаи связываться с таким соперником – не лучшая затея. Самцы вооружены мощными клыками, которые постоянно самозатачиваются при смыкании, а значит обладают разрушительной силой, от которой лучше держаться подальше. Вдвоём шансы у волков в разы увеличиваются. Пока один держит добычу за толстую гриву, другой старается нанести серьёзные увечья. Но даже в выгодном положении сделать это совсем не просто, в чём заслуга невероятно прочной шкуры, которая защищает даже от яростных укусов. Второй кабан, кажется, переживает за своего соседа, но вряд ли настолько, чтобы вмешиваться в драку. Кажется, атака волков успешна, но поразительная выносливость кабана делает своё дело. Тяжело дышащий хищник из последних сил удерживает добычу, и невзирая на изнурительную борьбу, кабану вновь удаётся подняться на ноги. Потерявшие надежду волки переключились на уступающего в размерах соседа, но тот быстро нашёл спасение в кустах, оставив хищников голодными. Основное преимущество волков – слаженная командная работа, однако и кабаны могут дать отпор целым стадом. От такого количества копытных волки вынуждены спасаться бегством. Если же дело касается собак, то случайно зашедший на чужие угодья кабан способен в одиночку показать защитникам всю свою мощь. Яростно раскидывая противников одного за другим, из этой схватки Секач выходит абсолютным победителем. Пожалуй, одним из немногих хищников, способных быстро справиться с кабаном, является тигр, ведь его впечатляющие размеры дополняются идеальной маскировкой. Охотник может часами выслеживать добычу, выбирая момент, когда его жертва потеряет бдительность и станет более уязвимой. Наиболее важная задача – застать кабана врасплох, чтобы он не был готов к защите и не обратился в бегство. Для этого нужно максимально уменьшить дистанцию, в чем помогают естественные укрытия. Наконец, рассчитав все до мелочей, кот бросается в атаку. Вгрузаясь в горло цели, он удерживает застегнутого врасплох зверя острыми когтями, чтобы лишить любой возможности двигаться, а также не разжимает челюсти до тех пор, пока жертва не перестанет сопротивляться. Огромные клыки помогают найти брешь в защите, а невероятная сила позволяет завершить начатое и оттащить свой трофей в безопасное место. Однако стоит учитывать, что у тигра достаточно времени, чтобы выбрать наиболее подходящую мишень. И взрослый здоровый сикач может доставить немало хлопот даже такому серьезному охотнику, поэтому целью чаще всего становятся молодые и менее опытные особи. Дело в том, что шкура матерого кабана слишком толстая и прочная даже для огромных зубов, и порой хищнику проще бросить несговорчивую добычу, чем довести дело до конца. К тому же масса отдельных сикачей может превышать 200 килограмм, что равносильно среднему весу самца-тигра, поэтому исход сражения для последнего может стать совершенно непредсказуемым. Однако далеко не всегда атака тигра завершается успешно. В отличие от большой кошки, кабан не отличается остротой зрения, однако его обоняние и слух превосходно развиты, поэтому кот старается ступать предельно аккуратно. Тем не менее, зимний пейзаж заметно ухудшает маскировку, поэтому тигр бросается в погоню раньше обычного. К его сожалению, кабан превосходный бегун, и хотя его скорость не превышает 40 километров в час, выносливости копытному точно не занимать. Тигр же, как и другие кошки, не способен на длительное преследование, ведь даже зимой из-за толстой шкуры он быстро перегревается, поэтому погоня завершается в пользу кабана. В большинстве мест обитания ареал кабана пересекается с владениями медведя. Но нападения хищника случаются нечасто, ведь в отличие от кошачьих, косолапому трудно скрыть свое присутствие. Характерный треск веток и даже шумное дыхание выдают гиганта, а с учетом развитых органов чувств, кабаны пускаются в бегство задолго до появления врага. Рысь обладает слишком скромными размерами, чтобы бросить вызов кабану, но детеныши могут заинтересовать ее куда больше. Однако кошка знает, что мать готова яростно защищать свое потомство, и к таким трудностям рысь точно не готова. Исходя из перечисленного, кабан далеко не самая простая мишень для хищников, но впечатляющие размеры, широкое распространение и обилие на всей территории обитания делают этих копытных желанной добычей. И тем не менее, превосходные навыки защиты и поразительная выносливость позволяют дать отпор даже самым свирепым охотникам, поэтому благополучию копытных ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!